всем привет сколько бы я не показывал судя по всему сколько бы не говорил скупать вот просто отличие всем пока но все равно всем мимо ушей звонят говорят сколько стоит поменять цепочку тут в данном случае у нас пример по кейси джейди это у нас 12 18 года по моему насколько я помню но не суть я говорю цена на цепочку такая там не готова человек у вас дорого там я куплю сам покупает сам вот он приехал сейчас вот с этой цепочкой вот она коробочка я думаю габариты коробочки понятны габариты так понятны ну не суть вот наши цепочки 2 я специально нашел разные чтобы наклейки были и сейчас мы сравним еще раз эти цепочки так ну первое по коробке я думаю и так понятно что коробочка просто не отсюда дальше смотрите наклейки во первых шрифт повторяется ну шрифт ушел но это да незаметно естественно опять же смотрите качество вот qr-код здесь qr-код здесь качество типографии qr-код здесь просто вот качество ну я возможно камера это все не передает но вот когда смотришь это видно и когда ты много вот таких наклеек перед тобой было ты берешь вот это и думаешь да это полная хрень дальше вы смотрите как я показывал genuine parts написано вот эта надпись посмотрите на букву n вот джен и н в конце это просто как подковка выглядит перевернутой и над буквой и точка с палочкой точнее . да это квадратик квадратик смотрим на это genuine какая буковка обычная какая была в орде или в экселе и буква и там у нас кружочек потому что естественно квадратика наверно шрифт такой не нашли смотрите вот с этим нашел прикол это вообще вот это quantity по моему так производ произносится это в общем количество типов сколько внутри штук смотрите qt y допишется они не смогли повторить просто кто-то набивал и не смогли это слово просто они не знают китайцы просто не знаю как она пишется короче буквы просто поменяли местами ну допустим вы не эксперт не так часто перед вами эти коробки вы не знаете как все это выглядит и переходим к начинке что же внутри вот у нас внутри еще раз две наших разные наклейки но смотрите внутри одинаковые пакеты и это мне кажется этот пакет даже в темноте будет светиться смотрите метки для выставления грм 2 фиолетовая одна оранжевая здесь они есть просто ковыряться неохота здесь также оранжевая есть но это скрывать не хочу потому что он она оранжевая здесь тоже есть и оранжевая но я не знаю почему какой-то грязный опять же эту скрывать не могу потому что клиент ее заберет и будет сдавать магазин розовая грязно-розовая тут другой розовый это не пакет так и скажите это реально такое ну да ладно сколько же они проходят смотрите вот эти 200 тысяч смело на этой цепочке две тысячи смело я думаю раньше она не порвется не растянется хотя все может быть максимально на этих цепочках ну все что мы встречали это 500 тысяч километров на заводских цепочках машины проходили но там была капиталка и все равно приходилось их менять полмиллиона это да на этих цепочках что мы встречали 5000 рвутся 8000 рвутся 10 тысяч рвутся и еще одна это максимально это было 50 которые мы встретили тоже порвалась поэтому сказать когда она порвется ну невозможно еще раз повторюсь эти и до полмиллиона доходили на капиталку приезжать до понять что машина есть приехал на 200 тысячах мы видим цепочку есть растяжение мы ставим новую но максимально это то что мы видели это 500000 вот это максимально то что мы видели это 50 с чем-то тысяч но там натяжитель полностью уже выпрыгнул и просто заклинило башмак и успокоитель это и ничего плохого к счастью не произошло поэтому чего вывод для себя только оригинал не жидитесь не надо там ну будет она на 2000 дороже чем это но это ходит это не ходит также что еще хотел сказать мы столкнулись такой ситуации когда человек купил только что машину и бывший хозяин ему сказал я менял цепочку все отлично вскрыли оказалось там вот эта цепочка вот такая поэтому если вам предыдущий клиент предыдущий хозяин машины что менял то тоже стоит задуматься опять же посмотреть цены опять же где менял если у дилера официально менял ну понятно то там все запчасти нормально а если где-то непонятном месте то это повод насторожиться но опять же если у вас боковая крышка лобовина где насос стоит тоже герметик не заводской то это тоже повод насторожиться почему туда лазили в общем вот так но и все-таки итог не экономьте на запчастях особенно вот таких очень важно понятно если вы лампочку какую-то поставите она быстро перегорит ну и хрен с ней а вот если цепочка порвется это вы попадаете уже на ремонт мотора да очень дорогостоящий на сегодняшний момент так что вот так ну а на этом сегодня все кому видео понравилось ставьте лайки не забывайте подписываться на канал и всем успехов и удачи на дороге